Гордость России. Воины-ракетчики. Телеканал 7 продолжает цикл репортажей, посвященных армейской службе. В каждый призыв парни нашего региона уезжают на службу в разные части западного военного округа. Некоторые из них остаются в Курском гарнизоне. Наш корреспондент Ирина Губарева побывала в одной из воинских частей поселка Маршала Жукова, где пообщалась с солдатами и офицерами. После окончания вуза Курянина Сергея Воробьева призвали в армию. Попал в Воронежскую учебку. Теперь служит здесь, в ракетной бригаде. Говорит, что на гражданке об армии много неприятных сказок. Здесь все совершенно не так. Здесь утренняя зарядка проходит в тренировочных костюмах. Здесь очень вкусно кормят, так что родители могут не волноваться, не беспокоиться. Военнослужащий должен уметь многое. На зубок знать политическую карту мира, бросать гранату. Сегодня ребята старались не ударить в грязь лицом. Даже кровати заправляли более тщательно. Ведь в часть приехал начальник отдела военкомата по железнодорожному округу Курска Николай Клыков. Я должен, сходя из своего опыта, что перемены происходят разительные в обустройстве жизни и быта военнослужащих, как по контрату, так и по призыву. Вспоминая, так сказать, свои годы прохождения службы, могу отметить, что все, что происходит, имеет только положительную тенденцию. Сегодня в армии главная военная подготовка, современная техника и сложные боевые задачи. Защита Родины не просто слова. За ними ежедневный труд офицеров и солдат, всего личного состава. В прошлом году наша бригада заняла первое место среди соединений ракетных частей в вооруженных силах Российской Федерации. Бригада занимается боевой подготовкой, соответственно, является частью постоянной боевой готовности. Ну и из этого, исходя, соответственно, и динамика службы сама обязывает нас постоянно заниматься боевой подготовкой. Дивизионный ракетный комплекс «Точка». Скорость движения 60 км в час. Дальность полета ракеты 70 км. С помощью водометов передвигается по воде. Освоить такую технику сможет не каждый. Поэтому в эту часть попадают служить лучшие. Где бы ни служили наши ребята, они делают это достойно. За Курских никогда не стыдно. Ни тем, кто их воспитывал, ни тем, кто отправил служить. Ирина Говарев, Антон Судженко, телеканал «СЕИМ». Субтитры создавал DimaTorzok